Ну что ж, друзья, доброе время суток. Студия RUHUB. Данила Ванюков. Мой никнейм Рос. Или же стрим Рос. Будем мы с вами, с вами, с вами и с вами. Хотя тут чатики пока никого. Чатик. Живы вы и не живы? Здорово. Бизера против команды Vertex. Бизера у нас начинает за сторону защиты. Начинает, причем достаточно агрессивно, под коннектор. Vertex уже у нас начинает пока что такие побегушки. Возможно, будет через лонг выходить. А на лонг уже отправляется у нас Мизе всю эту ситуацию контролить. Пока что вроде как без флешек. Аккуратно, нет, в сторону пати. Все же Vertex у нас отправляется. Карта Оверпасс. Первая, вторая у нас будет карта Нюкс. Снова на лонг развернулись. Уже по Мизе оформляется минус. Четверка у нас также стартует. Кайоха у нас получает немножко урона. Все же находит у нас Адикта. Ну и в итоге Vertex достаточно быстро и упорно будет стартовать у нас на точку А. Уже сближают они дистанцию в любом случае. Пошел у нас Молик, пошел у нас Смачок. Гуак сидит уже в районе Мусорки. Здесь у нас очень близко Скал будет работать своими долберетами. Ну и посмотрим, как у нас игроки команды Vertex будут работать. Это своих позиций, которые они уже гораздо занимают. ПЗ проконтролил своего оппонента. Разворачивается на Кайоха. Но в итоге у него не получается с ним его одолеть. И это сколько там? Минус 4 от игрока команды Bizer. Bizer забирает себе пистолетку. Bizer вчера против... У нас кого играли? Bizer играли вчера против Парадоксов. И забрали все пистолетки, по-моему, которые только могли быть. Посмотрим, как сегодня они справятся со своими пистолетками. Ну а мы сейчас с вами посмотрим на коэффициент от наших друзей париматч. 3.05 на победу команды Bizer и 1.35 на победу команды Vertex на первую карту. Какие-то коэффициенты. Не забывайте про баннер, который находится по трансляции. Нажимайте на регистрируйте и получайте плюс 100% бонус к вашему депозиту. Вот. Что у нас тут вообще в целом? Да, это получается у нас с Vertex взяли себе карту Overpass. Получается, с Vertex уже получили хаешку. Ну и тут начинается достаточно легкая халява для рекордца. Сейчас он, по сути, может сделать минус 4 здесь, но, например, это минус 2. А вот это мы уже с вами не будем смотреть, что у нас тут дальше происходит. Второй раунд для команды Bizer, но теперь у нас будут калаши у Vertex. Сейчас начнется как раз-таки настоящая игра. Так, чатик. Звук есть? Все есть вроде как у вас. Все должно быть в достатке. Чатик вроде как должен работать. Если что, я вас увижу. Потихонечку будем сейчас с вами просыпаться. Но, конечно, это у нас уже битва за выживание. Команды, которые проиграют. Точнее, даже команды, которые сегодня будут проигрывать, потому что у нас еще потом будет следующая игра. Эти команды у нас покидают турнир. Брейс смог бы сейчас раздать поголовенно чуть-чуть другие позиции контролил. Ну и в итоге пошла флешка. От этой флешки он отвернулся. Апагдуд как раз-таки рядом с ним тоже уже работает. Реконс у нас снова с МПшечкой. Так, смачок у нас в итоге пропадает. Заход через шорт уже начинается от игроков команды Vertex. Это у нас Апагдуд. Первым звеном будет выходить. Слышат то, что в районе моста кто-то здесь как раз-таки прыгает. Выходит немножко по цементу раздал хаешку, получил болезнь, тоже к нему в гости прилетает. И упрыгивает моментально в это же мгновение. Скалхантер у нас на пропрыге, посматривает и рассматривает, что здесь на воде у нас происходит. Но еще целую минуту времени у команды Vertex. Плюс у нас уже ПЗ стартует вперед. Реконс оформляет, а Диминска, Йоханас тоже помогает. Но в итоге игроки команды Vertex уже потеряли бомбу не самым удачным образом. Очень странно, почему они решили именно так делать. Учитывая то, что выход на позицию B вроде как они еще и не собирались делать. По крайней мере по позиции. Но тут мог бы ПЗ зайти на точку. А если ПЗ сейчас убьет Мизи, то это будет круто. ПЗ должен проконтролить. Мизи как раз-таки у нас на тень раньше времени реагирует. И в итоге Апагдуд остается один против четырех своих оппонентов. Получает флешку. Ну тут слева, тут справа. Хотя Барриконс как статус закрытый получается сделать. Третий раунд для команды Бизеров. Здорово, мультик, здорово, добро утро. Этого пока что не получается. Так, тэк, 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 тэк. Ну все, у вас все отлично. АВП. АВП у нас у Мизи. Респа не самая хорошая, чтобы сейчас как-то на шарике стартануть. Но тут уже потом вторым темпом, темпа ритмики, как говорится, уже подойдет как раз. Каёх там у нас раздает. Поставил он еще и аватарку Vertex команду. Потому что какое-то время Каёх играл за команду Vertex. И ему на смену Рофл как раз таки вернулся, которого разбанило эти Есики за то, что, ну вот, за вставочное дело, так называемое, австралийское. Всем известно, когда там больше 30 игроков забанило за то, что они всячески какие-то там вставочки ставили. Причем не обязательно, чтобы они ставили против своей команды. Они могли поставить просто на свою команду. Они могли поставить на любую другую команду своих друзей. Просто так для интереса. Игроки смотрели и ставили. Ну и в итоге вот все привело к таким вот интересным последствиям. То, что австралийская сцена в какой-то момент времени просто остановилась. По сути у нас исчезла команда Chiefs. Там, конечно, сейчас, возможно, будет какое-то возрождение. Возможно, каких-либо игроков еще найдут. И все будет потом хорошо. Но сейчас состав команды Chiefs, он не особо жизнеспособный. Ну, в сравнении с предыдущим уровнем, который, допустим, все составы команды Chiefs показывали, да. Сейчас пока что состав не так хорош, как были раньше. Вот так вот, наверное, будет грамотно сказать. И в итоге у нас Vertexs в 3 дегла остаются. В итоге Миззи у нас уже делает 1 минус. Кал у нас тоже помогает. Адик у нас пока что 1 в районе Зигзага будет работать. Ну и Миззи будет сейчас выходить под него. Молик у нас пропадет. И, скорее всего, кто-то из игроков команды Bizer этот фраг точно себе оформил. Очень хорошо то, что у нас получается у Bizer 2 человека. Сколько тут? 5 человек. 4 и 4. Очень много людей у них выживает. И это как раз-таки очень благоприятно отражается на экономике, да, у нас. Тут, допустим, 600 у человека уже. Рекон себя чувствует отлично. С калашиком он бегает. Причем стоит отметить то, что у Bizer'ов как бы и калаши есть. За КТ-сторону это всегда замечательно. Три калаша и поехали дальше играть. В итоге Молик раз. Там уже смачок, как всегда. Будем сейчас смотреть за Миззи. Миззи вот так вот агрессивно решил отыграть. Ну и пошла Хаешечка в итоге от него. Хаешка не так много урона. Казалось бы, наносит. А погдут на свою под монстром. Немножко урона здесь получает. Ну и Миззи уже благоприятно. Бежать, бежать, бежать. Все отлично. По дефолту, в общем-то. Пропикал Мидл. Ушел через душевые. Вышел на лонг. Будет на лонге сидеть. Горяки команды с Жой Вертекс. Они пока что, ну... Аккуратненько играют. Контролятся Мидл. На Мидл выходят. Как раз таки сейчас может под туалет выйдут. Причем решили прям в смог выйти. Брэйс вместе с Роукулка. Два друга. Там ритмик. Ну да, да, да. Погдут. Но Рекон снова с правой стороны. Такое я уже где-то видывал. Что Рекон сыграет исключительно вот на той вот позиции. И как бы у него больше иной точки вообще нет на карте. Когда там корни какой-либо позиции, тебе надо иметь, ну, как минимум, три точки, которые ты можешь свапать в раунде. То есть там какой-то... Один раунд ты посидел тут, там. Другой раунд ты посидел там. Такое, знаете. Рекон сможет какой-нибудь раунд посидеть вот справа, допустим, для игроков атаки. Потом, не знаю, перейти на решетки. Там посидеть. Флешка. А Погдут выходит. Понимает то, что игрок справа находится, но игрок слева уже на позиции. В итоге у нас тут восьмерочек как раз-таки бегает. Это у нас Брейс просочился. Одного он как раз-таки закрывает. Бомба у нас все еще пока что не заходит в плент. Ну и стоит отметить то, что бомба лежит. Черт пойми ее где. И в итоге Брейс у нас тоже погибает. Это пятый раунд для команды Бизер. Ну и пока что у команды Вертекса вообще ничего не получается. Выглядит пока что как бы идеи есть, но вот эти вот последние тайминги команду Вертекса по-моему таки убивают все же. Надо будет им скоро временно быстрее начинать играть. Ну а коэффициент от наших друзей приматч на победу команды Бизер уже вот таков. 1,58 между прочим и 2,30 на победу команды Вертекса. Приматч понимает. Что-то Вертекса делать не то, судя по всем. Поэтому можно уже и такие коэффициенты начинать давать. Не забывайте про баннер, который находится под трансляцией. Не забывайте то, что тут сейчас у нас замен будет на позиции Б какой-то. Кайох уже один минус оформляет. Оформляет также минус Ириконс. Но тут же размет по нему залетает. Кайох залетает. Аддикт у нас туда же. Но в итоге он улетает в таверну. И это шестой раунд для команды Бизер. Напоминаю то, что Вертекс взяли эту карту. Причем стоит отметить то, что Вертексы не так же плохо играют и на Нюке, который будет у нас второй картой. Поэтому непонятно. То есть по сути, по сути, Вертексы сейчас могут вообще у Верпас действительно пролететь. Могут попытаться закомбэкнуть на Нюке. И получается у нас будет впервые три карты на турнире. Если такое случится, да. Ну вот на... В этой стадии как бы РМР и Океане это будет первая полноценная Бо-3. Есть такие события у нас случатся. Но тут, я думаю, то, что Бизер это подготовили с ним. Немножко стал работать как раз-таки. Аккуратно по таймингу хотел раздать в сторону Медла. Отметим то, что тут как раз-таки подсадочка. Подсадили у нас ПЗ. ПЗ контролит. Сторону... Что там, смотрю. Банан, зигзаг. Высматривал. Но в итоге никого не нашел. Потому что Скал у нас аккуратно. Работает он как раз-таки через туалеты. Тиммейт также на позиции. Ну и Мизи понимает то, что сейчас уже по таймингам надо чуть-чуть подальше отойти. И... Ну... Скал относительно так агрессивненько все равно играет. Вчера у команды Бизер с этим тоже иногда проблемы были как раз-таки. Каёх выходит. Аккуратно у нас в итоге оформляет уже килл. Но размен по нему есть. При этом 40 хп, кстати говоря. Остается игрока команды Бизер. Скал работает у нас от туалетов. Мизер у нас как раз-таки еще лонг прикрывает. Молик прокидывает свой аккуратно. И игроки команды Бальтакса управляются у нас под точку. А снова последние тайминги. Скалхантер будет немножко притормаживать, судя по всему. А пойдут ли к нему в туалет? В общем, вопрос. Здесь у нас мочок лежит. Адикты Брейс будут выходить как раз-таки по зигзагу. Мизи. Промахивается Парофлка. Будет сейчас откидывать Хаешку. Хаешка не зарегала урона. Урона, но в итоге Скалхантер пропускает одного. Мизи помогает целому тиммейту. Скалхантер очень агрессивно решил остаться на точке. Хотя мог бы немножко перебежать под другую позицию. И возможно бы даже и выжил в этой ситуации. Реконс у нас стартует. Бомба ставится тиммейт. Немножко помешало. Ничего страшного. Каеха остается один. ПЗ у нас в районе дефолта. И ПЗ затащит ли этот клатч? Да, действительно, тащит он его. Первый раунд для команды Вертекс. Но все равно с горя пополам получилось это сделать. Почти у Бизеров получилось себе семерку забрать. Ну как бы Бизер особо не расстраивается. Потому что у них денег и громшее количество. Каеха у нас вообще заряжен побеждать. 15 на 3 раздает. Но хочется ему прямо сейчас, судя по всему, выиграть команду Вертекс. По крайней мере на карте Оверфаз. Это такое, как дело чести, скажем так. ПЗ. Немножко подгорело. Ничего страшного. Скала у нас в итоге убегает. Готовится, прокидывает смог. Главное, чтобы его сейчас на этом смоке не подловили. Но и в итоге на этом все. Стоит отметить то, что Мизи у нас отправился под воду. Оставили пока что у нас Гуага в коннектор. И Скала с Аугом отправили на лонг. ПЗ. Аккуратно у нас как раз-таки у камня работает. Но игроки командуют уже 2 человека по левую сторону выходят. И Скалу тут надо обязательно хотя бы 1 минус давать. И кто-то из тиммейтов должен моментально стартовать. Но сейчас Скалхантер может получить уже несколько урона. Вот и все. Вот на этом-то и все. Плюс у нас еще погибает Гуаг. Каеха у нас пока что на точке А. К нему в гости уже стремится Реконс. Причем перетяг Реконса Брейс прекрасно слышал. И сейчас можно будет запустить Апагдуда в чат. А там уже можно будет на точку Б развернуться. При особом желании конечно же. Если начнут сейчас проблемы на позиции А. Допустим вот Реконс у нас сделают 1 минус. Отправляется Мизи. Флешка пошла для Реконса. И в итоге вертексы разворачиваются у нас на позицию Б. Что собственно говоря достаточно логично. Учитывая то что у них есть тайминги. А игроки команды Бизеры. Ну по сути можно будет сейчас на сейв отправляться. Если не получится какие-то вот первые киллы сделать. Дальше проблематично будет. Апагдуд в районе АБЦ. Ну и Мизи. Ролит вниз. Шорт видит промахивается. Там уже ПЗ как раз таки высматривается его соперника. А Ешка залетает. Неплохая. Хотя кстати говоря. 78 хп остается у игрока команды вертекс. Поэтому ну такое да. Можно было бы побольше урона нанести. В итоге это второй раунд для команды вертекс. Бизер правильно делал это. Уходит на сейв. АВИК есть. Калаш. Что самое главное тоже есть. И это в любом случае хорошо. Деньги плюс-минус какие-то имеются. Начинается уже как раз таки. Бонус от поражения набирается потихонечку. Ну а пагдуд у нас. Важным звеном оказался здесь. Дал информацию о том, что на бане никого нет. Ветекс перебежали спокойненько. Но снова же вот эти последние тайминги. Снова они. Но второй раунд для вертексов. Так. Закуп есть. Бизер, бизер, бизер. У Гага вот. Все отлично. Калашик он получает свой. Огромное количество гранат. Скала бы еще второй армор. И можно было бы сказать то, что прям вот очень крутой закуп у команды бизер. Все прям идеально у них вышло. Но пока что мы так с вами точно не можем сказать. Но это получается то, что относительно закуп на все вот эти вот доступные лишние средства, которые у команды бизер были. Сейчас вот как раз таки они будут довольствоваться тем, что у них есть. Такая легкая сдача на все остальное. Но тут будем высматривать. Другие у нас берут паузы вертексы. Будут думать, что же уже сейчас в этом раунде можно применить. Интересное. ПЗ, кстати говоря, у нас до сих пор играет с первым армором. Почему-то решил он его оставить. Может обратить внимание и пропает. Давайте даже вот так вот сделаем. Он, похоже, нет. Решил с первым армором доиграть. Как-никак, а вайпер. Армора сильно-то и не надо. Тут без армора. Видишь, стреляй, как говорится. Иглак находится у нас в коннекторе. Неплохая ХАЕшка у нас как раз-ка залетает под двух игроков команды вертекс. Это как раз таки Брейс и Адик, которые находились у нас в том же самом коннекторе. Мизе контролит воду. Возможно, в гости к нему кто-то скоро из игроков команды вертекс отправится. Но пока что у нас занимается коннектор. Возможно, потом игроки команды вертекс отправятся еще и поглядывают в сторону мидла. Ну и Мизе готовится сейчас дать. Может подловить сейчас какой-нибудь Адикто. Адикто у нас уже отправляется наверх. И в итоге тайминги упущу. Хотя, ай-яй-яй, вот это сейчас обидно было на самом-то деле. Прям как-то между ног в районе... Чего там? Икр пролетело у игрока команды вертекс. Повезло на самом-то деле, потому что это был достаточно важный фраг для команды бизер. Такое начало было прям замечательно. В итоге Мизе отправляется у нас на точку А. Что интересно. И у нас как раз-таки пересвап игроков происходит. Гуак у нас с Калашом отправляется. Начинает накалять атмосферу у нас Рофлка. То, что, мол, мы сейчас будем выходить на точку А. А бизера у нас снова в дефолтной расстановке. Реконс у нас справа. Каёх у нас как раз-таки шорт принимает. Плюс еще игрок на АБЦ пришел. И будем сейчас смотреть. Скау у нас в итоге погибает. Каёх пока что меньше. Туда-сюда выходит под шорт. Погибает здесь же. Реконс у нас тоже пал. И в итоге это заход от команды вертекс. Которые, по сути, должны были раньше времени оформлять. Рофлка еще минус свой сделал. Остается один Гуак. И он понимает то, что в спину здесь еще Рофлка будет заходить. Причем Рофлка уже сам себя спалил перезарядкой. Выходит как раз-таки под этот смок. Контроль. Вот все, что происходит на АБЦ. Никого там сейчас как раз-таки не найдет. А Гуак... Упустил возможность закрыть Рофлка. Ну и бог с ним, как говорится. Лучше просто уже уйти, засавить Калаш. И будем дальше смотреть за исполнением команды вертекс. Так, ну вот уже и вертекс потихонечку начинает просыпаться. Вот уже и что-то у них начинает получаться, судя по всему. Потому что до этого... Шесть раундов как-то они пытались, 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 пытались. Но что-то как-то вообще не шло. Так, смотрим на деньги у визеров. Четыре, три, три. Два кабай, скорее всего, такого. В ноль-то вряд ли уже. Два кабай какой-нибудь аккуратный сделать. Через пешки, через деглы. Через вот этот вот авик. Замечательный. И все. Мизи сейчас надо просто активно по карте двигаться. Миддл выйти, там на позицию Б перебежать. Хотя, кстати говоря, вот неплохо под коннектор тоже. Выходит, причем уже выходит на прицеле. Там вроде как на пикселе сидит у нас Аддикт. Да, собственно говоря, этими вещами он у нас и занимается. Апагдуд выползает потихонечку у нас через монстр. Есть инфа по поводу реконца. АЕшка не самая удачная как раз киота Апагдуда. Но это чисто для спецэффектов. Каех у нас потихонечку выходит. Апагдуд по тени уже может даже раньше времени среагировать. Рофлка оформляет минус. Это минус Мизи. Ну и в итоге Скал у нас берет авик. И сейчас, если закроет Рофлка, вот сейчас вот есть Рофлка у нас закроет. И два человека у команды Бизер будет Скал. Хорошо. Ну и все, кап. Вот сейв Калаша, сейв Авика. Все, что надо сейчас игрокам команды Бизер сделать. Ну и возможно вертексы сейчас пойдут уже на поиски своих оппонентов. Пойдут их искать, чтобы не дать засейвить все это добро. Потому что он понимает, что если есть Авик, то этот Авик будет сейвиться. Понимает то, что если убили Рофлка, и если два человека у команды Бизер, то и Калаш, то так же будет сейвиться, который был в руках у Рофлка. Вертексы. Вертексы пикнули мапу, друзья мои. Начинают они как раз-таки за Т-сторону. Вертексы пикнули оверпасс. Могу еще раз сейчас сказать, что у нас будет как будет играться. Вертексы пикнули оверпасс, Бизера пикнули карту нюк, и Мираж у нас остается как третья карта. Вот такие вот дела. Ну да, у меня доступа к моботу нету, поэтому я вот никак это не смогу настроить. А то я могу настроить для вас коэффициенты от наших друзей париматч. 1.62 на победу команды Вертекс, и 2.20 на победу команды Бизер на первой карте. И здесь у нас уже как раз-таки... ПЕК, ПЗ, чуть не улетел. Голову видят, но сейчас надо реагировать как раз-таки на голову. Метро проезжает, минус по Гуагу оформляется. Это мои мальчики, это мои мальчики из команды Вертекс. Да-да-да-да-да-да. Скал выходит как раз-таки на свою позицию боевую, и здесь уже вы смотрите кого-нибудь из игроков Куагу о Вертекс. Не забывайте про баннер, друзья мои. Не забывайте про баннер от париматча. Заходите или листайте плеер трансляции. Нажимайте на баннер от наших друзей париматча, регистрируйтесь и получайте плюс 100% бонус к вашему депозиту. Так, подсадочки, поехали. Окей, так и запишем сейчас блокнотик. Есть подсадка. Восьмерочка. Брейс. Будет сейчас выходить. Мизи как раз-таки у нас в планете работает. И какая-нибудь флешка или что-нибудь типа того, что Брейс сейчас ворвался. В итоге у нас развили Мизи на выстрел. Брейс идеально под этот тайминг выходит. Минус по реконцу еще сделал. Остается у нас один каек. Фраг он свой находит. Но Рофлка уже на точке. Еще один раунд для команды Вертекс. Вертекс начинает уже потихонечку комбэкать. Комментарты назови пики. Еще раз, что ли? Да вы что, ребят? Давайте вы там в чате друг другу тоже будете помогать. Вот, вот как раз-таки, да. Ник уже вот на месте. Давайте вы будете юными модераторами. Такими легкими. Пожалуйста, чат. Помогайте нам друг другу информацией, кто там что пикнул. Вертекс, Вертексу у нас пикнули карту Верпасс. Следующая карта Нюк. Соответственно, от команды Бизер. Что вот. Ну да, поначалу, конечно, Вертексы ужасно начинали свой Верпасс. Вообще ничего у них не получалось. Сейчас что-то как-то получается оборону пробивать. Но сейчас у нас Бизеры на закупе. Реконзу бы еще по какой-нибудь нормальному оружию. Фамаз, как-никак, пушка хорошенькая. На позиции Б с ней достаточно приятно стоять. Ну, какой-нибудь там монстр принимать. Дистанция коротенькая. Зажимаешь. Анимация приятная. Все приятненько у Фамаза. И поехали. Дальше наблюдать. Потихонечку просыпаюсь я. Потихонечку просыпаемся мы с вами в целом. И будем уже потихонечку разгоняться так же в течение этого игрового дня. Думаю, будет весело. Брейс откидывает смачок, понимаете. Ну, все, это да. Ну, Скалхантер любит как бы играть под смаками. Он вот здесь вот на зигзаге. Если нормально он исполняет, Брейс как раз его проконтролил четверка. Это как раз у нас Гуак сделал свой минус. И здесь у нас сейчас как раз заход начинается на точку. А снова же Реконс начинает нас нашивать смак. Отметим то, что Мизи у нас уже отвалился. Дальше восьмерочка. Здесь уже Брейс у нас работает. Брейс у нас погибает. Пятерочка. Здесь у нас Реконс уже свои минусы оформляет. И в итоге это седьмой раунд для команды Бизер. Вот такой вот неожиданный раунд случился от Бизеров. Вот так вот неплохо они сыграли сейчас. Но очень круто Гуак у нас ворвался в спину. Вертексы как будто бы это не ожидали. Плюс еще отвлекались. Плюс у нас получается то, что зигзаг не двигался. Потому что Брейс как раз таки занимался тем, что он контролил туалет и контролил коннектор. Это минус уже одно звено, которое по сути могло немножко расшатать оборону. Ну и там уже приемка удалась. Но этот раунд должны были Бизеры выигрывать. Потому что ну сколько можно уже проигрывать подряд. Вот один раунд забрали. Сейчас вот как раз таки мы будем с вами смотреть. Будет ли это продолжение раундов от команды Бизера. Или же Вертексы дальше будут уже продолжать нагонять своих оппонентов. Причем по экономике они действительно могут сейчас неплохо. Ну по экономике именно своих соперников. Они сейчас очень неплохо могут их подловить на этом ПЗ. Голову своего соперника увидела Пагду. Оформляет минус у нас по Реконзу. И как я понимаю тут подсадка была. Судя по расстановке игроков команды Вертекс. Ну и у нас случилась уже. Случилась смерть. Можно так даже сказать. Рофлок у нас погибает как раз на ланге. Это у нас Мизи. Который с авиком раздает не так уж и плохо. Пока что легкое затишье. В бомбкере. То есть ПЗ у нас уже разворачивается куда-то в сторону коннектора. В целом игроки команды Вертекс у нас по сути на воде. Ну Адик. Ну что ты. Ну что ты. Е-мое. Глак причем вроде как это должен был слышать. Так давайте за ПЗ посмотрим. Получится ли у него. Вроде как получилось нормально опуститься. Смачок пойдет сейчас. Апагдуд будет первым врываться. Главное чтобы какую-нибудь ХАЕшку. А хотя у него ХАЕшку уже нет. У него только смок и флешечка. Увидел голову. Проконтролил как раз кихаеха. Что-нибудь прокинуть. Глак у нас работает от АБЦ. Скал у нас как раз со спины будет заходить. Ну и в итоге бомба ставится. Это замечательно. Апагдуду хочется что-нибудь прокинуть. Но пока что нет такой возможности. Там уже у нас Молик пошел. ПЗ отстреливает своего соперника. Выходит у нас так же еще и шорт. Апагдуд у нас в итоге погибает. Апагдуд оформляет свой килл. Разворачивается в сторону моста. Ну и в итоге сейчас будут у нас кошки-мышки. И эти кошки-мышки ПЗ выигрывает. Тащит этот клатч момент. И в итоге бизеры должны сейчас задуматься что им делать. Потому что у них есть 6000. Но у них вот у некоторых игроков с деньгами проблема. То есть по сути сейчас паузу взять. Или может быть без паузы. Ух ты. Решили прям в ноль закупиться. Вот без паузы вот такое вот решение интересное решили. Бизеры сейчас организовать. При этом непонятно вообще. Здорово спамеру. Здорово. Рухап мод 2. Там великий человек всегда сидит. Не знаю чего. Человек который разрешает. Всякие длинные пасты. Запускать в чат. Когда в доте вот пауза между этими матчами происходит. Типа ожидание 10 минут. Какого-нибудь гуся даже иногда разрешает запустить. Че вы? Все хорошо. Все так же хорошо как у команды вертекс между прочим. Потому что они на позицию б вырвались. Бомбочку поставили. И в итоге это уже будет сейчас семерочка. А, сложно когда голова еще не проснулась. Давай просыпайся голова. А то я прям ззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззззз Мне вот интересно, куда сейчас улетит этот калаш. Подождите, а куда он выкинул? А, вот. Нормас, нормас, нормас. Повезло, повезло. 7-7 в итоге у нас становится счет. И вертексы... Раньше могли бы так начать играть, на самом-то деле, да? Если так подумать. Раньше бы начали, и уже бы у них было бы неплохое такое подспорье, чтобы с этой стороны стартануть. А тут у нас, получается, сейчас будет 8-7. И дальше будем смотреть. Что у нас из этого выйдет? А мы пока что посмотрим на коэффициенты от наших друзей при матч. 1-28 на победу команды вертекс. И 3-45 на победу команды бизер. Это все еще коэффициенты на победителя первой карты. Мизи у нас победитель в коннекторе. Называйте про-баннер, который находится под трансляцией. Нажимайте на него, радуйтесь жизни. И получайте плюс 100% бонус к вашему депозиту. Радоваться жизни, это обязательно, между прочим. Брейс. Упрыгивает как раз кисланга. Немножко шугнул игроков команды бизер. Да и, возможно, и сам шугнулся. Но в итоге в большинстве бизера, что самое главное, тут у нас подсадочка. Мизи получится. Получится. Хорош. 3 человека в итоге остается у команды вертекс. Скал снова на свою дефолтную позицию. Приходит сюда в гости. Но должны уже проконтролить. Мизи выходит. Еще и минус один делает. Сейчас, возможно, пойдет под лонг. Еще на лонге кого-нибудь найдет. Ну, иди. Иди на лонг. Давай, сделай килл. Ну, тут уже как бы гуак контролит лонг. Поэтому мизи как раз-таки на лонг и не идет. Прейс. Аккуратно будет работать. Под флешку. Прейс. Есть минус от него. Вот, 33 хп еще и гуага. Молик бы какой-нибудь хаешку туда швырнуть. Гуаг. Подгорает ли? Пока что не горит. Пока что все у него хорошо. Дополнительный молик, чтобы гуаг там еще немножко подзапекся. А как он там живет? Ты где там сидишь-то вообще? О, наконец-то. Два молика. Один кривоватый был, скорее всего. Да, тут уже без проблем. ПЗ отправляется на позицию Б. Брейс остается один. Увидел Скалхантера. Хороший минус от него. Минус 4 уже от Брейса. Реконс остается один на точке. В итоге у Реконса 41% хп. ПЗ у нас как раз-таки сейчас будет играть от мусорки. Навик переключается. Увидел своего соперника. Ай-яй-яй! Сам себя переиграл. Сам себя переиграл. Друг мой, ПЗ, что ты? Вот это ай-яй-яй. Обидно. На самом-то деле. Тут уж, конечно, надо было воевать. В любом случае. Ну, как бы, уже понятное дело, что тут надо было воевать. Но ПЗ подумал, что ему по таймингам там все нормально хватит. Но в итоге чуть-чуть не охватило, чуть-чуть не получилось. Это восьмой раунд для команды Бизер. И мы будем сейчас с вами смотреть за пистолетчиком. Напоминаю то, что Бизеры очень неплохо в пистолетку могут. Первую пистолетку на карте сегодня они уже выиграли. Вот она. Посмотрим, как они как раз-таки вторую сейчас будут исполнять. Руфлка там уже урон где-то получил. Где ты получил-то? Хаешки, что ли, прилетели? Руфлка, расскажи. Где ты? Ой, я что-то инмейт вспомнил с его вот этой вот куклой. Покажи, куда в тебя стреляли. Лучше скажу вот так вот. ПЗ. Уходь под лонг. Хороший минус. Вот вам и как раз-таки аваперы. Дальше тут реконс. На перезарядочке. Разминается. Апагдут вместе садик на свои минусы оформляет. Ну и ПЗ сейчас патрон закончится. Голос свой спрячет. Прыгает, вертится, как шар голубой. В итоге у нас как раз-таки сейчас реконс оформляет все же минус. Но здесь игроки команды вертекс будут подглядывать в сторону лонга. Реконс сейчас выйдет. Апагдут у нас промахивается. В итоге погибает у нас реконс. И Брэйс у нас сидит спокойно здесь за стеночкой. Агуак сейчас спокойно должен зайти и бомбу поставить. Потому что у нас получается то, что Рофлка не попал своей первой пулькой. Ну возможно получится сейчас затащить этот клач. В момент посмотрим. Бизера. Приграет ли пистолетку наконец-таки или же нет? Гуаг уходит на воду. По Апагдуду неплохо. 86 хп остается. Это хорошо. Отметим то, что есть киты у команды вертекс. Есть килл у нас от Гуага. Брэйс у нас уже с китами на позиции. Можно лохупого Апагдуду сейчас закрыть. Пошла у нас флешка. Апагдуд у нас погибает. Рофлка у нас пока что выживает. Здесь хп бомба начинает уже диффузиться. Брэйс ее раздиффузил. Гуаг на позиции. Но и в итоге Рофлка все же свой килл оформляет. Это раунд для команды вертекс. Это пистолетка для них. Но как бы бизерам все равно. Они играют за эту сторону. Поэтому они могут себе уже на втором раунде купить калаши. И с этими калашами начинать что-то интересное здесь как раз таки придумать. Скалл у нас вообще он с деглом себя чувствует замечательно. Говорит, ну ща пацаны, поехали. Смачок у нас кладется. Семерочка это у нас как раз таки Рофлка на пропрыге. Ляп. Бам. Вот это неплохо на самом-то деле прилетело. 21 хп остается у нас у скала. Пагдут как раз таки под него пошел. На пропрыге просто двоих закрывает. И сейчас возможно будет дальше агрессивно стартовать. А это какой же это халявный калаш на самом-то деле сейчас для команды вертекс. Это так замечательно. Но в целом для этой тимы. В любом случае Брэйс. Посматривает. Мало ли сейчас кто-то здесь из монстров появится. Рофлка. Со своей колотучкой вышел. Посмотрел что-то происходит на шарте. И благополучно ушел на позиции, которые игроки команды Бизера занимали. То есть Реконс у нас работал на позиции Брейса. Рофлка на точке сейчас Каёха. Отрабатывает. И вот такие аппагдуты у нас погибают. Минус калаш уже у команды вертекс. Все так замечательно было. Рофлка открывается. На шарте у нас находится Реконс. Надо бежать, забирать калаши. Бежать, бежать. Какое-нибудь оружие интересно еще забрать. Галиле есть, калаш есть. Ну окей. Тоже неплохо. Теперь уже у нас будет экономический раунд от команды Бизер. И это уже есть шанс. Получается 10 раунд у команды вертекс увидеть. Ага, ага, ага. Диглы. Иглок у нас получается сейчас. Причем у нас смачок флешка. У скала. Куда? На Б? Смачок на девятку, интересно? Или куда захочет скалову прокинуть? Хм. Депозиция такая, что пока что непонятно. Аппагдут выходит у нас на вводу. Одного только закрывает. Но здесь уже плюс информация. Пойдет сейчас у нас неплохая хаешка по игрокам команды Бизер. Получает у нас Реконс немножко урона. Но и на этом пока что все. Аппагдут такой, знаете. А разменная монета у команды вертекс, судя по всему. На позицию выходит первый. Профлка. Немножечко пока что погрустнел как раз таки от Гуага. Гуага еще один минус неплохой с Дигла. Может быть получится еще и ПЗ загореть. Но ПЗ у нас уже со скалтом. Будет разрабатывать своих оппонентов. Получится ли это сделать пока что непонятно. Адикт у нас стартует. Плюс у нас уже Мизия на точке А гуляет. И будет он как раз таки заходить спина. Сейчас все зависит от того, как быстро игроки команды вертекс смогут найти какую-то информацию по своим соперникам. Учитывая... Хотя уже достаточно долго, пока они все это прокидывают. Здесь уже и Мизия зайдет в спину. И скорее всего будет заканчивать жизнь своих оппонентов. Учитывая то, что оппонента надо смотреть совершенно другие позиции. Мизия, Мизия, ты где? Одного увидят. Второго тоже увидит. Передаст информацию. Здесь уже откроется как раз таки у нас сейчас и Скалхантер. Оформирует он свои киллы. Это девятый раунд для команды Бизер. И сейчас у нас будет закуп от команды вертексов. Ну, кстати говоря, закуп от вертексов может быть. Одобряем, как говорится. И ПЗ готовится у нас стартовать под позицию Б, судя по всему. Будет что в часах? Ну да, да. Скал, да. Подсадка Т, ПЗ. Ага, ага. Кто у нас там в коннекторе живет? В коннекторе у нас как бы как раз таки тот самый Скал. Ну, ну же. Но ты хочешь. А вот смог сейчас как раз таки... Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Шесть хп остается у нас у Скалхантера. И в итоге надо бежать. Эх, ты вообще врезался немножко. Ладно, бомбу заберет, ничего страшного. Но попытка неплохая была от команды вертекс. Неплохо, неплохо. Повезло сейчас немножко Скалу. Вертекса у нас пикнули карту оверпасс. Там вопрос в чатике был. Их, пропалка. Погибает у нас от Гуага. Пойдет ли там какая-то хаешка от Апагдуда. Флешка в итоге он получает минус. По Скалу оформляется. С фамазом выбегает. В ряду очень не получается. Гуаг прям какой-то терминатор на самом-то деле с деглом раздает. Сейчас неплохо с оружием так же работает. Мизия дернул как раз таки сейчас ПЗ. Но тут спина готовится еще Аддикт заходить. С МПшкой, друзья мои. МП-5. Вот так вот. ПЗ. Аккуратненько здесь как раз таки будет работать. Но Аддикт прекрасно слышит передвижение своих оппонентов. Плюс тут еще достаточно прокоцанный Гуаг. Который как раз таки заходит в эту ловушечку. Ну и Аддикт продолжает раздавать с этого адового оружия. Мизия рядом с инкассацией. ПЗ в районе банка как раз таки. Ну и посмотрим, кого будет сейчас принимать. Мизия понимает, что как-то не хочется выходить. Причем надо смотреть и лево, и право. Он как раз таки экран так потихонечку и время от времени держит. Чтобы в случае чего и туда, и туда среагировать. Ну и в итоге Мизия отправляется на точку. И в итоге у него остается 100. Сидел бы себе и сидел. Ну и вообще куда в этот банк идти? Банки эти ваши. Пауза. От команды Vertex. Что-то они решили подумать. Что-то они решили придумать. Может быть Рохлок опять начал орать в ТСКе что-нибудь такое. Он любитель такими вещами заниматься. Далее проораться, как говорится. Так, закуп у нас имеется. Мпшечка тоже у команды Vertex есть. Ну и пока у нас небольшая пауза. Предлагаю посмотреть... Пресс. Прекращай. Тайминги потеряешь. Еще куда-нибудь укатиться этой пешкой и все. Предлагаю посмотреть на коэффициенты от наших друзей по реманчу. Чуть это то, что и Бизор решили паузочку взять. Поэтому можно на них взглянуть. Учитывая то, что они вот такие вот интересные. 1.23 на победу команды Vertex на первой карте. И 3.90 на победу команды Бизор. Мап Винер номер один, между прочим. Не забывайте про баннер, который находится по трансляции. Нажимайте на него. Получайте плюс 100% бонус к вашему депозиту. Ну и смотрите за австралийским КСом. Как-никак. Конечно, это у нас Океания. Да-на. Да-на. Но все же австралийский КС, по большей части. Очень много именно австралийских организаций. Но иногда, как бы, я предупреждаю то, что иногда у меня будет врываться то, что это там австралийский КС. Чисто потому, что уже привык. Так, ПЗ. ВХ, что ли? Смотрит. Смотрит. А-а-а. Ждет. Вон что. Брейс. Теперь он выходит. Говорит. Ё-моё, пацаны. Принимаю одного. Второго. Хаешка еще залетела. Там филигранная. Судя по всему, отрофлка. Еще и ПЗ свою хаешку прокидывает. Скалхантер у нас как раз-таки лицо в поте. Судя по тому, что мы сейчас с вами наблюдали. Еще флешку получает тайминговую. Ну и сейчас рофл как раз-таки заинтересуется спиной. А здесь уже игрок выходит. И это 11 раунд. Рофлка. Ну-ка, выключим, чтобы он там не стрелял ни в кого. А то я знаю этих австралийцев. 11 раунд для команды Vertex. Закуп от команды Bizer. Калаш. 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 Это закуп команды Bizer. Вот так вот. Угадайте, за какую сторону они играют, как говорится. ТЗМ, Брейс. А, ну да. Минус 2 хп. Чуть-чуть с лестницы упал, судя по всему. Рофлка. Будет работать у нас от коннектора. Кстати говоря, оставили одного Брейса. А если Брейс сейчас отваливается, это же легкий заход на точку B будет. Отметим расстановку игроков команд Vertex. Очень агрессивно они играют в этом раунде. Если Брейс сейчас какую-нибудь голову шальную получил, и если Бизер действительно заинтересовались точкой A, то это был бы прям такой легкий подарочный раунд. Рофлка. 36 хп. А что тут что-то происходило? Сколько патрона у нас у Скала? 14. Ну, судя по всему, стрельба была какая-то. В итоге Рофлка выигрывает эту перестрелку, будучи не 100% скажем так. И 3 человека у команды Бизера. Все они сейчас отправляются у нас под позицию B. Брейс у нас просто уходит. Говорит, сейчас запрыгну. Как-то аккуратно отыграю. Флешка получает. Будет работать. Какая же позиция интересная. Бизера ее действительно не буду чекать. Брейс оформляет 1 минус, но тут уже тиммейты должны подоспеть. Остается у нас 1 гуак. Ничего он как раз-таки не видит. Рофлка еще 1 килл оформляет при этом. И еще и калашик забирает. И это у нас получается. Что это? 3 калаша. Авик и Брейс. Просто Брейс. Который будет с Эмкой играть. Или может АУ купит. На райт-клике, скажем так. Нет, все же Эмочку ему дропают. Ну, можно было бы попробовать через райт-клик сыграть. Ну, типа, у вас есть калаши и АВИК и АУК, допустим. Да, вот нормально такое небольшое сочетание интересное происходит. Ну, в основном АУГи, конечно, покупают... АВАПЕРЫ? ВУПЕРЫ? Аддикт. Ходишка прилетает. Дальше здесь у нас. Будем смотреть. Ну, и Аддикт. Опа! Хорошо. Пошла приемочка как раз-таки. 62 хп остается. Но, казалось бы, то, что Аддикт будет сейчас погибать. Но, в итоге, ничего подобного у нас не случается. Мизи у нас тоже погибает. Контролится дальше пати. Здесь у нас еще и ПЗ как раз-таки фотографирует, судя по звукам. Знаете, это фотоаппараты раньше были? Надо было... И я в пленочные фотоаппараты. На днях я нашел как раз-таки пленку с фотографиями. Ну, там... Моя детская фотография. Там еще кого-то. Так прикольно, конечно. Раньше надо было там входить в какой-нибудь торговый центр. Относить эту пленку. Чтоб тебе потом из этой пленки сделали фотографию. Романтика. Романтика тех лет, скажем так. Аддикт оформляет у нас еще один минус для своей команды. Ну, и ГАТКСом сейчас хотя бы в 5 человек выжить. Ну, хотя в 4 человек. Ладно, так же и быть. Ну, и в итоге вот, собственно говоря, это и происходит. Брейс у нас успеет добежать до калаша какого-либо. До калаша какого-либо у него не получится добежать. Получается, это минус 1 калаш у команды Вертекс. Что неприятно, конечно. Но приятно, что 13 раунд забрали. И в итоге вот так вот решили Вертекс отыграть. Так, куда у нас смотрит ПЗ? Он готовится откидывать ХАЕШ, которая ему сейчас не нужна, судя по всему. Решил взять себе флешечку. Аддикт воспользовался своей респой, чтобы стартануть сейчас под миддл, как я понимаю. Вот ПЗ будут сейчас подсаживать или он под монстр пойдет? Не вот чего интересно. Смучки. Флешка. А, вон оно что. Тиммейтов под флешку выпускает, что ли. Тут тиммейты достаточно спокойно занимают у нас воду. Рофлка. Ух ты, скал! Вот это неплохо. Нашивает еще в сторону Рофлка. Грамотный и прям в тайминг повернулся игрок команды Бизер. Так, вот сейчас интересно как раз-таки Рофлка. 21% хэпов у него остается. Ну и в итоге скал у нас благополучно. Разворачивается обратно. Будет, возможно, еще нашивать, чисто для интереса. Но не факт. Гуак. В итоге контролирует на спину. Мало ли кто-то будет заходить... Хотел слово сказать, но ладно. Наверное, не надо. Будет просто заходить в тыл, скажем так. К тиммейтам. Адект. С авиком работает. Там Мизя. Может под флешку как-то? Там вроде как. Или подсадка на цветы. Там подсадка на цветы происходит как раз-таки. Мизя дропается вниз. 40 секунд времени. Аккуратно там рядом со смоком как раз-таки покажет. Халдится. И раскидка от команды Бизер. Но это выход на А вроде как. Все же. Спецэффекты пошли. Флешка залетает. Адик. Оформляет. Раз. Может быть получится сейчас еще кого-нибудь закрыть. Адик. Минус. Пугуагу. Может быть еще получится из Скалхантера. А может быть еще и Каёха. А может быть еще и Лонг получится закрыть. Айс. 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 От не основного вайпера команды Бизер не получается сделать. Мизя в итоге оформляет свой килл. Это 14 раунд для команды Вертекс. Е-бой. 14 раунд для них. Вертекс у нас камбэкнули. Ну и теперь смотрим дальше. Ну хорош, хорош, хорош. Сейчас ему еще один Айвик, да? Да. Сразу еще один Айвик есть. Сразу ему дропается. Говорят. Надик. Давай, давай, играй. Только играй. Только играй. Как-то в песне Обломова. Ты только пой. Ты только пой. Бизеры. Так, троечка. Это Мизи как раз. Он сейчас стартует под... А, он будет типа в спину заходить, что ли? Потому что, ну, Мизи вроде как любитель такими вещами заниматься. А Бизеры на позицию Б пока. По крайней мере, фокусирует свой прицел. ПЗ-1. ПЗ-2. ПЗ-3. И в итоге четверочка. Это как раз Кигуак. Будет выходить он через шорт. Там как раз сейчас я погну до встречи. Стартует у нас как раз Кимизи. Высматривает какой-то возможно для себя. Но здесь лежит смачок. Ой, там дырка в смаке. Ну-ка, ну-ка. Ну-ка. Сейчас ПЗ найдем. Или не найдем. Непонятно. ПЗ у нас упрыгивает как раз сейчас на решеточку. Будет он на решетке сидеть. А Кимизи там потихонечку ползает. Ползет, ползет, ползет. Но тут смок еще лежит. Так. Может, Рофлука получится зацепить хотя бы? Так. Ага. Нет. Нет. Не получается в итоге пока что Кимизи тут никого зацепить. Аккуратно как раз таки работает на катушке. Бомба... Как тут вообще лежит? Ух ты. Бомба тут на середине на самом деле находится. Ну и ПЗ у нас на эту бомбу смотрит. Кимизи надо смотреть и лево. Надо ожидать и право. Бомба подбирается. Кимизи промакивается. Промакивается. Ну и в итоге Мизи у нас погибает. Рофлука стреляет. Это... Авику Адикта. Ну типа ПЗ сам себе может купить. Но может быть Адикт... Все же решил себе Мочку затарить. Будет через Мку играть. УПЗ. Посмотрите, какая респа для вапера. У-у-у. УПЗ. Сейчас может под мидл неплохо скакануть. Может неплохо как-то отыграть свою позицию. Флешка пошла. ПЗ. Наверх полезли. Аккуратно. Мизи там на позиции. Прокидывает свое добро. Флешка раз. Флешка два. И что у нас так же? Простановь все по дефолту. Брейс у нас как раз таки на позиции. Брейс у нас, кстати говоря... О! О! Аук! Адик находит фраг для себя. Апагдуд сейчас тут на пропрыге. Адикт еще в спину. И сейчас надо уже бизером заходить. Потому что и в спину будет сейчас зажимать Рокулка. Оформляет свои минусы вместе с Апагдудом. Оформляет минус также у нас и Гуак. Минус два от него. Выходит аккуратно сейчас под точку Б. Будет бомбу ставить. Но как бы бомбу-то поставит. Но сдерживать ее будет, наверное, очень тяжело. Хаешка пошла. Погибает у нас Гуак от ПЗ. Ну и здесь у нас спина уже Адикт заходит. Которую, скорее всего, сейчас реконцы должен закрывать. Хотя нет, реконцы неплохо. При этом еще и 100 хп у него остается. При этом два человека у команды Вертекс. Флешка хорошенькая залетает. Апагдуд у нас запрыгивает. В итоге погибает. Ну и Гуак. Будет сейчас смотреть на своего тиммейта. Оставил он его. Реконцы против ПЗ. В итоге затащил он этот клатч момент. Сохраняет шансы еще какие-либо для своей команды. Плюс еще и Абикт забирает для своего тиммейта. На деньги есть и Вертекс. Вот если бы сейчас сломали бы экономику Вертексом. Вот тут бы сейчас было бы супер интересно посмотреть. Замалов, как говорится. Погдут. Слушаем коннектор. Что у нас тут в коннекторе? Тут смог должен быть. Да, вот как раз таки он. Спецэффекты по Гуагу. Хаешка залетела от Рофлка вот эта дефолтная. Пу-пу-пу-пу-пу-пу-пу. Так, Апогдут у нас в итоге спустился вниз. Что интересно. Бизор вроде снова на точку Б собрались. Расстановку Вертексов, да? Тут как бы Адикту. Камушка. ПЗ около забора. И начинается заход у нас уже на точку Б. Апогдут оформляет один минус. Здесь же у нас там уже открывается. Рофлка с Апогдут на свои киллы охотит. Апогдут у нас как раз таки работает. Вот Шарта свапает на калаш. Но там уже в ухо к нему как раз таки заходит Мизи. Оформляет он свой килл. И Рофлка пока что у нас тут за бочкой как-то халдится. Мансится. Решил взять Галиль, что очень интересно в свои руки. Смачок у нас пропадает. Минус оформляет в итоге у нас Рофлка. Рофлка у нас улетает куда подальше. Мизи снова капли пота где-то вот как раз таки на экране присутствует. Есть у него калаш в руках, что очень замечательно для него в любом случае. Бомба лежит достаточно удобно. Можно ее будет подобрать. Но пока что не собираются на нее ставить. На точку А собирается пойти, да? 30 секунд времени. Это надо выходить скорее всего через коннектор. А в коннекторе здравствуйте. Тут как бы аддик плюс дверь еще открытая. Наверное сейчас все же задумаются по поводу того, чтобы выйти на точку Б. Аддик может по таймингам сейчас выйти и в спину закрыть Мизи. Выйдет? Так, Мизи просочился на точку. ПЗ контролит спину. Мизи. Опа, топнул. Аддик тут слышал? ПЗ услышал? Все услышали? Согласны, узнали? Мизи ставит около цемента. Бомба поставил. В итоге ПЗ у нас ставит точку уже в этом раунде. Ставит точку в этой игре. И это, друзья мои. Вот сейчас. И это 16 раунд для команды Vertex. 16 раунд для этих молодцов. Конечно, Vertex отвратительно начали свою карту, свой пик, свой верпасс. Потом уже немножко проснулись, поняли то, что ну что-то как-то... Что-то у них идет немножко не так. Включаемся немножко на камеру. Опа. Тут небольшая... Небольшой black hole, скажем так, случился вокруг меня. Пропался. Здорово, чат. Здорово, чат. Спасибо большое, что смотрели со мной эту первую карту. Мы с вами начинаем минут через 10 смотреть вторую карту. Вторая карта это карта нюк. И команда Beezer, соответственно, да. Получается, что у нас? Первая карта заканчивается со счетом 16-10. Неплохо, на самом деле. Неплохо. Стоит отметить, да, то, что у нас сейчас играет Vertex против команды Beezer. Потом... Сегодня у нас еще играет Skyfire против команды Rooster. Сегодня у нас матч на вылет, скажем так, происходит, да. Команды, которые проиграют, они все, отправляются с турнира. Забирают они 950 RMR поинтов, что на самом-то деле не так же плохо звучит. Ну, звучит, да, 950, почти как тысяча. Это очень много. Ну, а там уже будем с вами дальше смотреть. Отправляемся с вами таким образом на рекламную паузу. И жду вас на следующей карте. Надеюсь, то, что вы тут далеко не разбежитесь.